Скажите, пожалуйста, а как вы отнесетесь, что в результате любых событий, типа неважно каких, Россия будет вынуждена ставить в Москве зенитные орудия на крыше зданий, чтобы оборонять Москву от возможных ударов? Вот людей бы спросили год назад, как вам такая перспектива и что в этой ситуации вы скажете о Путине, о том, куда он завел Россию и так далее. Я вас уверяю, что ответы ошеломили бы тех, кто считает, что в России там все поддерживают Путина и так далее. Но мы таки докатились до этого. Кстати, год назад, когда мы здесь обсуждали перспективу войны, я говорил, что Украина будет иметь возможность наносить удары по российской территории впервые за почти 80 лет со времен Второй мировой войны. И вот это происходит. Мы видим удары вглубь России, там по базам в Энгельсе, в Рязани. И вот ответ на это, вот картинки, которая, она теперь войдет в историю. Понимаете, товарищ Путин, вы теперь не отвертитесь. Не отвертитесь от этого. Это вот там два года назад, когда был ковид, я думал, что Путин войдет в историю вот этими картинками кроватей в больничных коридорах и на лечебных клетках, где лежат тяжелые пациенты, потому что конечного фонда не хватает. Но Путин нам преподносит все новые и новые сюрпризы. Вот, значит, вот, вот, вот это будет одна из картинок, которая предопределит на долгое время вперед наследие Путина. Зенитки на московских крышах. Вот до чего, соответственно, мы докатились. При этом там можно много над этим хихикать. Но вот конкретно вот эта вот зенитка на крыше генштаба, она находится, вот это очень важный момент, она находится напротив Пушкинской набережной через речку. Это самая, вот, как бы, проходная и посещаемая набережная в парке культуры в Москве. Ну, москвичи все знают прекрасно, что она все время там набита народом, даже не только в выходные. Это через речку, буквально вот от этого здания. Соответственно, если туда что-то попадает, то есть вот что-то летит в генштаб, значит, это, допустим, система ПВО срабатывает, то вот люди, которые там находятся в парке культуры в этот момент, ну вот с ними может произойти что? Вот можете сами себе представить. Вот я, кстати, попросил пару уникальных фоток для нашего эфира. Мне вообще показалось это все каким-то очень странным и похожим на монтаж. Я попросил своих знакомых в Москве сходить вот сфоткать это дело. Вообще она, вот эта штука там, она не выглядит рабочей. Она не выглядит рабочей. Она больше как муляж выглядит. Потому что все-таки она, вот она все время направлена в одну сторону, да, очень статичная. От нее нет никакого шума. То есть от нее нет никакого, то есть вообще, ну это там слышно, вот, ну кто знает, кто в парке культуры гулял, видит, вот крыша генштаба, она прям там. То есть это шумная фигня. Если бы она была в рабочем состоянии, соответственно, ну мы бы ее слышали. Этого ничего не слышно. Ну там, я не исключаю, что ее там не запустили. Но в целом, вот люди как бы походили, посмотрели, говорят, что непонятно. Вот она не выглядит как рабочее ПВО, да, и там, возможно, либо это муляж, либо они просто поставили ее еще не запустили там. Но, в принципе, вообще вот эти картинки, это лучшая индикация того, как идет вообще война. Я хочу, понимаете, вот я вижу, что вот эта штука, она очень воздействует на людей. Вы спрашиваете, а как разговаривать с людьми, у которых мозги промыты телевизором, там, как разговаривать с ватниками непроходимыми, которые ни на какие аргументы не реагируют. А вот вы вот это вот обсуждайте с ними. Обсуждайте с ними вот это. Если они не верят, они говорят, понимаете, вот они говорят, буча – это фейк. А типа там, все эти военные преступления русской армии – это фейк. А вы приведите их в парк культуры и покажите им вот эту херь на крыше. И скажите, понимаете, вот Путин нас довел до того, что он вынужден ставить зенитки, потому что могут атаковать Москву. И если атакует вот это здание Генштаба, то прилетит вам сюда. И вы в парке культуры, гуляя там с детьми и так далее, можете погибнуть из-за Путина. Потому что вот он так ставит свои эти объекты ПВО, что вы в парке культуры оказываетесь в зоне поражения. И вообще, как мы дошли до такого, что в Москве есть реальная угроза атаки с воздуха, бомбардировок и вот надо зенитки ставить. Просто поговорите с ними. Они могут вам там изрыгать все, что-то плохая Америка, плохой Зеленский, какие-то укрбандеровцы и так далее. Они говорят, ну пусть, дайте им выговориться, да. Ну просто задайте им вопрос, что вот еще там год назад такой угрозы не было. И можно было не бояться, что в Москву что-то прилетит, взорвется и, значит, противоракета и вас там накроет в парке культуры. Можно было не бояться этого дела. А сейчас уже пора бояться. Как он, товарищи путинисты, куда нас завел такой товарищ Сусанин российской истории, да. Здесь я хочу, конечно, отдельно поговорить. И вы тоже говорите вот со всеми этими упертыми людьми, вот говорите об этом. Отдельно о цинизме всей вот этой путинской мразоты. Понимаете? Потому что вот, допустим, вот они считают, что раз украинцы добили до аэродрома в Эйнгессе, добили до Рязани, значит, они могут там добить и до Москвы. Что они делают? Они хотят защитить свой генштаб. Они выводят этот генштаб куда-нибудь подальше, значит, в сельскую местность, там, в Нижегородскую область, где там защищенный эшелон ПВО, да. Нет. Они оставляют сидеть этих толстожопых генералов в своих, значит, отделанных золотом кабинетах на ворованные деньги. Ну, ставят зенитку, которая, если что, ударит по вам, когда вы гуляете с колясочкой в парке культуры. Понимаете? Вот их отношение к людям, их отношение к вам. Вот эта вот штука на крыше, это отношение Путина к вам. Когда он понимает, что его генштабу, который развязал ту агрессивную войну, угрожает удар, он не выводит генштаб в безопасное место, чтобы людей, чтобы вас, россиян, не подставить под удар. А он просто ставит зенитку на крыше, который вам прилетит. То есть, они собьют над генштабом ракету или дрон, или что, а прилетит вам. Все осколки полетят на вас, на Пушкинскую набережную, на Хамовники, там, или куда-то еще. Вот так вот будет. Вот так Путин к вам относится. Очень простой аргумент для разговора с любым ватником. Если Путин хочет минимизировать жертвы среди собственного населения, он уведет генштаб куда-нибудь подальше. В укрепленный район, там, подальше от жилых кварталов. Но ему плевать на мирное население, на жилые кварталы. Что теперь, вот если бы не Путин не напал на Украину, ничего этого не было. А теперь вот вам конкретно в Москве может прилететь. И вы можете погибнуть. Хотя никто на Россию не нападал. И это вообще никому не было нужно, кроме Путин.